При повышении уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе в гриппе, увеличивается количество пациентов с поражением глаз, с вирусными конъюнктивитами. Потому что существует достаточно большое количество вирусов, которые кроме поражения слизистой носа и ротоглотки поражают и слизистые глаза. И тогда на фоне общей интоксикации температуры и всех респираторных проявлений у пациентов появляется покраснение глаз, отделяемое по утрам, резис, слезотечение и весь букет наших глазных проблем. В этом случае, конечно, желательно обязательно посетить офтальмолога, потому что вирусные конъюнктивиты различаются по тяжести. От самых лёгких, которые пройдут вместе с вирусной инфекцией на фоне общего антивирусного лечения, до достаточно тяжёлых поражений с длительностью нетрудоспособности до полутора месяцев и со снижением зрительных функций, с остаточными явлениями, которые приводят к стойкости снижения остроты зрения. Для того, чтобы отдифференцировать таких пациентов, конечно, осмотр окулиста желателен. Итак, конъюнктивит может протекать в разных формах в зависимости от тяжести процесса и проявляется, как правило, покраснением глаз, отёком век и гнойными выделениями. Наблюдаются светобоязнь и слезотечение. Но только ли этим опасен инфекционный конъюнктивит? Если не лечить, то симптомы нарастают, жалобы у пациентов нарастают, они находятся в безвыходном ситуации. То есть такое заболевание само не пройдёт. Оно просто в конечном итоге вызовет тяжёлое осложнение, снижение зрения. И пациент, он всё равно к нам придёт. Просто мы этот процесс будем лечить либо неделю, либо месяц. То есть если в тяжёлой стадии уже пациент пришёл, и запущенные формы мы уже видим. Но сам процесс не пройдёт, поэтому без окулиста данным пациентам не обойтись. А потому без лечения вирусный конъюнктивит оставлять нельзя ни в коем случае. Мы обычно назначаем противовирусные капли, кратность закапывания которых, к сожалению, достаточно высока. То есть при назначении противовирусных препаратов назначается кратность закапывания 6-8 раз в день. Потому что противовирусные компоненты работают в течение двух часов. Но эффект от лечения достаточно хороший. За 5-7 дней пациенты избавляются от всех проблем, если не развиваются осложнения, с которыми мы уже боремся, в общем-то, сами длительно. И которые от нас требуют дополнительного контроля за пациентом, периодического его осмотра. Если вы всё же заболели, позаботьтесь о близких. Пользуйтесь отдельными от них полотенцами, наволочкой, салфетками. Например, аденовирус очень заразен и может сохраняться на стекле, одежде, постельном белье, который обязательно нужно кипятить от 10 до 45 суток. Субтитры создавал DimaTorzok